Дальше поехали. Казань, со словом автора письма, не письма, в начале было слово. В начале он мне позвонил, и в разговоре я выяснил, что очень мало садов, и он решил, что сделать. Внимание, это редчайший случай, в этом году что-то не единственный. Хочу заказать семена, чтобы заложить питомник абрикосов и вечных сливок, всего 1000 штук семян. Тут разогласия у нас не было долго, быстренько сообразили, что 1000 семян, это 400 абрикосов, 400 сливок, 100 вишен и 100 волосек вишен. Так, вот, заметьте, только косточковой культурой. Дальше. И вот с этого момента сам интерес сейчас начинается. Я не знаю, смотрит он или смотрит. Вот, заказ он сделал очень солидный, но пока у него проблемы, видимо, с проплатой. Вот. А здесь, все-таки, вот тот разговор, который сложился дальше с ним, он очень показательный. Вот, очень. Смотрите так. Вначале, вроде бы, он сказал, что, ну, выращу, потом в следующий год закажу черенки, а я сказал, извините, а вероятность с каждым годом, что мой уход, условно уход вы понимаете, садоводство, но он говорит только туда. У меня не бывает каникул, у меня не бывает этих самых праздников, у меня не бывает, как они еще называются, поездки по Турциям, ничего не бывает. Вот, уход из садоводства, а начать туда. И это мы стали искать выход в положение. Так. Вот. А он выход какой? Сейчас я вам... Ну, давайте вначале. Это уже конец истории. Он начинает соображать, то есть я ему дал время, это называется пауза. Он взял паузу, может, час, может, день, не помню. Вот, и начал. Оказывается, грубшивая подвое есть. Штук 20. А так, каким 2-3 года, значит, прививки в скелет. Худо-бедно, а минимум 50-60 прививок делать надо. А у меня лучшая груша в России, наверное, еще есть где-то лучше. Нет, не так. Еще есть такие же, но лучших уже нет. Тридцем лет собирал. Яблони подвое съезжу наберу, 100 штук найду. Стоило человеку задуматься, оказывается, и найдет. Это лесополосы, это заброшенные сады. Вот. 100 штук найдет. Если они однолетки, лучшим однолетки. Вот. Уважаемые коллеги. Я его коллега называю. Да. Вот питомник заложит. Вот. Пусть они будут максимум вот такие. Это в среднем обычно двухлетки. И приемать, если научиться лучшей конкулировкой. Вот. То у меня здесь номер 5. Это надо... Ну, кто бы его видел. Я там как раз стою и показываю особый случай в моей жизни. Вот. Ну, я может... Ну, что я скажу? Там же я в саду. Там же все по-честному. Я же не ездил в этот самый Суботинский сад. Я не ездил в Минусинский сад, в Грабаканский сад. Почему надо ехать там близко? Это ощущение того, что у меня. Получается, я в Шеверном саду снимал. А ко мне гости. А гости приехали издаля. Это Кировская область. Вот. Самый из них, который как бы был спонсор, ну, все время вот так вот так ходил, все, думал, думал, думал. И вот так вот все считал, считал. И вот получается, что яблони то нету на следующий год. И вдруг со штук найду. Вишни подумай. 23 скуста по черешню. Я ему черешню отказал. И немножечко самым близким друзьям нарезал. И тот, зная, что дерево колечил. Вот. Я бы мог, допустим, назносить цену, так же, как першику, по 200 рублей за веточку. Вот. Мог бы срезать, если бы вообще что-то годится, я бы мог срезать полсотни веточек. Вот у меня 10 тысяч. Но, извините, это же мои дети. Вот. Дальше. Слива по двое. Кустов 20. И вот он пишет. 100-150 черенков. Мы все это разобрались. И сказали 100. Решили пусть будет 100. Да и мне меньше калечить. Там же не просто обрезка, а обрезка самых ценных веток. И получается, что прошло немного времени, и он мне то ли пишет, то ли звонит. Еще 50. Вот. Ну, в общем, и все это с нуля. То есть, вначале даже мысль не было. Вот сейчас все это. Ну, еще тысячу штук. А теперь выясняется. Когда я ему объяснил. Нельзя год терять. Нельзя. Еще две ленты упаковки. А еще диски. Он у меня 13 дисков за получение платил. Но заказал. Я ему говорю, выше все 20. Он у меня персики не заказывал. Черенки. Я говорю, подарю. Вот так вот было. А теперь, сейчас, вот точек. Я еще раз рассказываю эту историю. Почему? Наверное, не все мы ее слышали. Это трагикомедия. То есть, наверное, мне удалось не просто выжить. Не просто. Трагедия. Не буду ли сразу говорить, чем она заключалась. Значит, с завода уволился. А это самое. Ну, ладно, скажу. Сад сожгли. Значит, уже было много детей, которым надо было помогать. Уже на тот момент. И как было выкручиваться, когда еще перед этим я уже продавал тоннами яблоки. Первый приличный урожай, тонный яблок приличный. Вот. И пожар. Дальше. Поджог. Дальше, значит, этот случай, он тоже когда-нибудь войдет в эти хрестоматии. Как примеры. Потому что таких примеров я, кроме как у самого себя, я еще не встречал. А человек пойдет и сто штук, помните, выкопает. И вот он, сто прививок. Что вот это тот самый Четискалсат. Это километр от Красного хутора. это в одном месте росло их штук 500. Прямо вот так вот, такой густотой. Это просто Эльдорадо. Это мне Бог послал. Приходит весна. Я беру. Я купил эту акулу за 60 тысяч. Мне три трети самых приваления дали третий оклада. И у меня было еще 30 тысяч денег. Короче, 60 тысяч. Не стал влезть в долги, не стал брать кредит. Хотя брать директора. Ну, пусть веются. Вот. И багажник все-таки какой-никакой есть. Я отсюда вывозил, вырезал с комом земли. У меня удалось, кроме 5-8 осыпалось. Ком земли это такая прикосновечность. Корней там с Горькин этот. Чуть не сказал что очень мало, практически нет. Но комп земли это компенсирует вот эту малость корней. Дальше обрезал почти земли. Дальше этот самый у меня же на даче были хотя бы по одной лучшей сорта яблонь. Это там на острове у меня 500 жигулевских 300 этих славных челина 300 этих сожгли 300 портов ломантий а здесь по одному по две по три и там у меня еще оставалось после пожара штук 30 50 ох и урожая давали будучи подпаленными и я сделал ну соседям сбегал я же им до этого дарил соседям я деньги никогда не брал это мой принцип вот соседей порезал так черенки я сделал может быть 500 может сколько но у меня получилось полноценных 400 штук вот здесь номер 5 но все честно я хожу между ними мощный прекрасный привал за столом садил я их ну получается где-то может в середине мая все-таки рассказать растерянность все вот хоть на паперть иди ну морда булавок кто же мне даст хоть рубль и когда у меня морда отъевшаяся еще не успела похудеть похудеть я тогда дождался сентября и с этим жекомом земли начал продавать все их ну все-таки согласитесь это было пожар 2005 год значит это получается 2006 год это 15-16 лет назад так 500 рублей тогда это были золотые деньги и так 400 на 500 200 тысяч рублей я заработал а тогда машина за руководой подъезжали это сейчас осень тишина полная потеря не благодаря мне благодаря тридцатской технологии люди руки опустили благодаря нищете вот людям не до этого не до садоводства и 200 тысяч рублей я заработал за месяц почему я эту цифру назвал потому что сейчас таких же точно санкций продавал Сергей еще год два назад по 1000 по 1300 то есть я бы тогда получается 400 штук да где-то около полумиллиона то есть это те деньги которые равноценны полумиллиону современных ну чё кто-то из вас возьмется вот так вот едем мы с друзьями подъезжаем к Краснояшку вот а я хитрый я сразу издаля увидел Сибирка ну она Сибирка не растет ребеночку тормозите и даже фотографии есть подошел и показал им Сибирку вот она растет у вас а до дачи Краснояшки их оставалось 500 метров ехать ну что вот точно такие Сибирь вы представляете что сейчас можно пойти в заброшенные сады мой приятель он и сейчас лазит по этим Кальский сад там было то есть всего десяток груш а потом они заполонили все за счет того что эти грушки эти уссурийские падали падали и прорастали он и сейчас там пасется то есть надо знать места где и что и сейчас он груши дикие привозит и приливает один из моих этих приятелей вот так вот просто все это нет сада и вот он сад давайте теперь я пусть на это много времени теряю давайте теперь мы с вами подумаем еще пару минут что такое как заглянуть в будущее да полной изоляции от цивилизованного мира не будет как они попадали к нам дерьмовые сады дыры найдутся таки будут помните Беларуси вдруг оказалась морской державой с гигантским количеством вдруг когда Беларуси производят устрицы эти самые раковины как они называются эти уже все что-то забываю короче все что морепродукты да вот и оказывается у них там и Китай и Горбуша и эти самые все 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 в Беларуси производится и море там есть да а я то и не знал знаете когда-то этот и Петров рассказали что в Сумасшедшем доме там прятались в волье от этих от ментов притворяясь 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 Сумасшедшими а настоящий Сумасшедшим был один учитель географии кто-то ошибся кто-то сделал ошибку и вместо Берингового пролива оказалось что Суш Суш то есть перемычка оказалась между Чуковской и этой самой и Аляской и он видя это а для него это же карта это документ он все же знал что там Берингово пролив он считает когда он это вынул сошел с ума это его единственный настоящий сумасшедший вот вот так и тут вот можно было сойти с ума узнав что в этом Беларуси есть море и просто море огромное море со всеми этими морепродуктами да с рыбой да вот с флотом да вот так вот так что как поступали к нам так и будут поступать эти санкции ну хоть бы чуть-чуть меньше бы вот чуть-чуть меньше бы они были цены поднимаются автоматически на все может люди будут меньше покупать ну давайте все-таки это хитрить на чем ну что так это это осенью купить акул остаться без гроша акул надо мной смеяли ведущий инженер когда увольнялся за луни вот должность так называла все на мерседесах у нас же крупный завод там зарплаты все а вот что было все что было потратил сад а сад сгорел и вот получается что все что вы хотите иметь песни что вы не найдете сливы вот это вот подлость когда настоящая я недавно фильм снял вы могли его видеть он свеженький вот выпьет если бы я не косой а косой чеки нету лишних этих самых корневых отводков которые оставили остались я привью и показывал на сливе привить персик их растить то не надо они сами растут вот как тут и так же сливы растут и так же вишни растут и вот эти вот яблони только персики то есть эти абрикосы и груши не растут но уже имея вишни можно иметь вишни черешни так имея сливы имея алучу имея терм имея терносливу имея этот самый даже уже можно иметь и персики понимаете и абрикосы даже не имея абрикосов подлое все можно иметь только была бы хотя бы слива или хотя бы терм терм это дикая слива вот а уж яблони имею я показывал сегодня не успел показать прекрасная подборка фотографии груши на яблони не труднее найти груши подвозь согласен раз что их меньше раз что вы приводите на яблони но сразу это учеба друзья и прививайте на дикие яблони я проверял 200 прививок катастрофа на дикие яблони груши культуры не приводит культурные яблони а культурными яблони третьим этажом груши пойдут . сейчас прошел надеюсь что не зря а Субтитры создавал DimaTorzok